окей всем привет друзья вы на канале михаилов олег стартап компания first appliance repair ремонт бытовой техники сша и не только мы рассказываем как мы работаем как наш стартап развивается мы показываем это вместе с вами в реальном времени каждый день за днем вы смотрите как мы развиваемся мы стараемся для вас снимать очень много различного контента и сегодня я хотел бы поговорить о такой теме а именно топ-5 полезных занятий для техника во время выполнения заказов ну да это будет начать примерно так топ-5 занятий для тех в сша и так давайте сначала обрисую проблему так как мы ездим от заказа до заказа и порой езда от заказа до заказа занимает ориентировочно ну я не знаю там 15 20 30 минут это время вы можете не просто ехать и что-то там молча ничего не делать а вы можете это время проводить с пользой и вот сейчас я расскажу про топ-5 полезных вещей которые вы можете проводить с пользой когда едете от заказа до заказа погнали и так number one это конечно же английский язык друзья если вы у вас слабо слабый английский язык или вы хотите его лучше изучить очень классная есть вещь это слушать английский сидя в машине вот вы можете слушать что угодно можете слушать какие-то американские подкасты в которых рассказывают в которых рассказывают вам ну а как в каком-то кейсе вы можете слушать какие-то уроки сейчас я вам расскажу что лично через что лично я прошел и что мне максимально помогло заигрывать мой английский язык есть такое доктор пинслер вот честно говоря не знаю его биографию не знаю чем он занимается но я знаю то что на самом начальном этапе доктор пинслер записал три курса который вы можете просто слушать ехать и просто слушать вы будете слушать слушать и постоянно сами повторять проговаривать что очень важно не просто слушать а еще проговаривать повторять за преподавателем вот эти все слова и вы знаете на самом старте вы научитесь говорить по-английски цифры таки файф фрити файф как унифа и фифти файф вот то есть вы прям у вас уже будут на языке вот все вот эти цифры one hundred dollars one thousand dollars что очень сильно помогает когда вы продаете работы то есть вы обязательно должны знать все вот эти вот циферки все тысячи долларов 100 долларов 33 цента и все это в этом курсе присутствует это первое второе доктор пинслер вам даст эту базу базу которую вы сможете так скажем потом уже на основании этой базы вы можете уже потом развивать свои как бы предложения в общем если хотите я вам отдельно расскажу про этот курс там да и про вот топ-5 английских программ да ну давайте не в рамках этого видео вот в рамках этого видео еще вам порекомендую слушать подкасты на английском языке по тематике технически это тоже очень помогает ставьте лайк если запилить еще одно видео по поводу топ-5 английских программ которые помогут технику второе занятие это слушать разные развивающиеся книжки как книжки которую развивает вас как личность вот свою очередь могу вам посоветовать ссылочку опять же приложу могу посоветовать вам слушать книги они так прямо называются книжки там за 10 минут или книжка за полчаса то есть диктор будет вам рассказывать пересказывать книжку но не всю прям да 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 словно а только выжимку самое полезное что из этой книжки в принципе есть вот если вы потом уже захотите вы просто ее перечитайте если захотите как бы погрузиться больше эту книжку почему это полезно это полезно тем что вы просто будете прокачивать себя слушайте то что вам интересно например как общаться с клиентами менеджмент я не знаю там но в общем не стойте на месте мир всегда двигается вот и вы должны получать еще какую-то информацию вы должны еще себя как-то развивать как-то прокачивать вот поэтому я советую вам слушать книжки это очень полезно и очень развивающим поехали дальше итак третье занятие из на нашем топ-5 вещей это снимать что-то для youtube канала или для instagram канала зачем это нужно но так вы будете общаться с внешним миром посредством своего youtube канала так вы будете тренировать свою речь так вы будете коммуницировать с другими людьми находить еще больше интересов вашей сфере потому что если вы будете показывать то чем вы занимаетесь вы найдете очень много единомышленников которым тоже нравится смотреть то чем вы занимаетесь потому что возможно не сами этим занимаются или вы хотели этим заниматься поэтому вести свой youtube канал для техника это всегда круто потому что то есть это круто вы просто у вас появляются какие-то новые связи вы просто даже как-то доход ну вы что-то найдете в этом для себя и плюс когда у вас уже наберется какое-то небольшое количество подписчиков да там поклонников фанатов возможно это может во что-то перерасти больше поэтому вести с youtube свой канал это хорошая идея вот хочу напомнить то что вести youtube канал можно не только из-за какой-то мере популярности до или еще еще за чего-то многие бизнесы так как которые существуют они понимают что площадка youtube площадка это очень хорошая рекламная площадка которая вокруг себя организовывают определенной комьюнити и пускай у вас там не миллион подписчиков всего лишь там знаю сто тысяча две тысячи человек это ваша целевая аудитория это это ваше сообщество это те люди которым интересно одна общая тема поэтому если вы хотите как-то развиваться дальше в этом youtube канал вам очень сильно поможет надеюсь и наш youtube канал который называется михайлов олег стартап мне тоже поможет во всем в этом что что я только что рассказал а мы переходим четвертому пункту чем заниматься во время езды и поехали но четвертый пункт он такой будет более специфические это больше для творческих людей но мне кажется каждый человек немного творческий можно петь у меня есть на телефоне очень большое количество минусовок минусовки это просто фонограммы без голоса вот я их включаю и когда я еду от заказа доказа я просто пою я пою и в общем мне это очень сильно нравится вот поэтому творческая составляющая в нашей работе она тоже очень важно вот как-то себя реализовывать с другой стороны потому что когда вы занимаетесь одним и тем же делом течение там все всех дней месяцев готов да то это немного как бы приедается поэтому обязательно нужно что-то как-то отдыхать как-то переключаться с одного на другое поэтому почему бы не петь это был четвертый пункт поехали дальше что же насчет пятого пункта друзья от пятого пункта я не придумал вот я сидел думал что же еще чем же еще можно заняться и мне пока что-то в голову но ничего не пришло соответственно напишите пожалуйста если вы техник или вы тоже занимаетесь таким ремонтом или вы просто наблюдатель напишите чем же еще можно заняться во время езды от одного заказа до другого очень интересно будет почитать ваши комментарии вот я свою очередь если еще что-то вспомню тоже напишу в комментариях вот на этом выпуск а предлагаю закончить для вас был михайлов олег стартап компания first the plants р.п. оставляйте свои заявки в описании а если хотите работать с нами пишите нам оставлять свои комментарии и до скорой встречи пока пока